Вывод по ПТшке. Сборка досыл вентиль малошумка почти всегда юзал на какие-то карты, где нету дальних дистанций, досыл вентиль закалка. Не знаю, по сборке вопросов нет, ничего другого ставить особо не хотелось. Вот с такой сборкой получается 40% маскировки, 38,5. И это прикольно. Такая полу-ЛТеха. Тем, кто любит постоять в кустам, любителям СТРВ, любителям К91ПТ какой-нибудь, хотя она, кстати, еще и агрессивно играет. Ну вот любителям стервочки, 9, 10, 8, у Десика, да, любителям таких геймплеев, где чисто постоять в кустиках. Танк отличный, отличная маскировка, отличная динамика, отличная пушка. Проблема в том, для любого статиста, да, проблема в том, что он не может приехать там в упор, накидывать жестко. То есть чего-то недостаточно для того, чтобы много урона накидывать. При этом, я думаю, средний игрок на ней будет выдавать нормальные показатели. Не знаю, большинству она зайдет. Это танчик такой, не для статистов точно. Ну вот, статисты на нем какие-то 4 500 не выдадут. Вот, в отличие там от какой-нибудь Вафли, Тортоиза, да, где можно ехать давить. Даже вот эта тачка получается лучше за счет чего? За счет альфы. Вот этот танк был один из самых худших последних, ну, за последние годы, да. Вообще, один из худших девятых ловелов. Но после апа, вот раньше я играл на нем в 3 200, там еле-еле. Но после апа это отличная машина. Вот сегодня сыграл 3 боя, 4 900 среднего в итоге. Вот, то есть по геймплею они реально похожи. Это медленнее и хуже маскировка. Но здесь намного круче пушка. Здесь кумули 340. Здесь альфа 560. И так играть намного проще. То есть статистам вот этот танчик проще. Слабым игрокам вот этот танчик проще будет. Слабым игрокам вот этот танчик. танчик. Слабым игрокам.